Всем привет, с вами Аж на проводе. Это у нас полезность для путешественников. Если вы любите путешествовать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик внизу, чтобы не пропустить новое видео. Сегодня у нас 9 мая, День Победы. Всех, кто отмечает День Победы, кто вспоминает своих дедов и прадедов, всех поздравляю с Днем Победы. Вот, надеюсь, вы уже парад посмотрели. А сегодня у нас рубрика «Вопросы и ответы». Дело в том, что надо сказать, что я делаю 24 февраля 2022 года. Все мы знаем, что это такая точка отсчета, так скажем, всего и вся. Ну, ничего особенного я, конечно, не делал. Я всего лишь ездил в Шереметьево, снимал для вас очередной ролик, как добираться ночью оттуда, в Москву. Вот. И... Все прошло замечательно, все удачно я заснял. Довольно вернулся домой. На утро просыпаюсь, открываю YouTube. А там такие новости, просто жесть. Хотелось сказать, ущеплите меня, пожалуйста, я хочу проснуться. Это всего лишь сон. Ну, все мы знаем, это не сон. Мне очень жаль, кого все это сильно коснулось. Вот. Поэтому хочется, конечно, чтобы скорее все это закончилось, чтобы люди жили в мире и согласии, и долго, и счастливо. Вот. Но здесь мы не будем дальше губляться в эту тему, потому что YouTube не любит различные темы такого рода. Я здесь хочу сказать просто, ну, что после этого всего, конечно же, было уже не до YouTube, никакое видео не хотелось выкладывать. Хотелось просто как-то прийти в себя после всего этого. Ну, и все мы знаем, что вскоре после всего этого YouTube прекратил монетизацию просмотров, которые были сделаны на территории России. А, конечно же, любого блогера. Интереснее просто даже снять видео, вам показать, чем-то поделиться. Ну, и в качестве благодарности получить в ответ какую-то материальную поддержку. Пусть даже это какая-то будет символическая поддержка, как дополнительный источник к основному заработку и тому подобное. Вот. Поэтому я решил немного сделать паузу, посмотреть, куда это все заведет. Ну, и, конечно, никакая ситуация пока кардинально не поменялась. И пока что я вижу, что будущее YouTube на территории России туманное, так скажем. Вот. Поэтому я решил этот канал переформатировать. И открыл свою YouTube-студию, чтобы начать там что-то делать. И какое же было мое удивление, что прошло уже больше года с момента выпуска моего последнего ролика. А вы до сих пор продолжаете смотреть мой канал, оставлять комментарии. Спрашиваете, куда я пропал, когда новые видео. Все это очень трогательно. Вот. Поэтому, поэтому. я решил, что я вас не брошу. И мы с вами просто переедем на российские соцсети. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какими вот этими платформами вы пользуетесь. ВК-видео, Дзен, либо это Рутюб. Вот. Может, еще какие-то вам нравятся. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать. В зависимости от того, какие вам платформы больше всего нравятся. Там мы будем с вами продолжать это все делать. А пока что я создал канал на Рутюбе и Дзене. Ссылочки в описании, пожалуйста. Проходите, подписывайтесь на канал. Смотрите первый ролик. Как раз первый ролик я решил выпустить. Как раз тот невыпущенный ролик. На тему, как добираться из Шереметьева ночью. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Поставьте лайк этому ролику. И посмотрите его хотя бы некоторое время. Это будет мне сигналом, что вы продолжаете оставаться со мной. И вам интересно то, что я делаю. И вообще хочу рассказать, как зародился мой канал. Дело в том, что я очень много помогал своим знакомым, друзьям. Где-то найти подешевле билеты. Где-то что-то заполнить, какую-то форму. Где-то подсказать, как лучше пересадку сделать. И тому подобное. И я подумал, почему бы мне не только друзьям помогать, но и всем желающим. Вот. И так и возник мой канал. Как полезности для путешествий. Для путешественников. Потому что зачастую мы смотрим всех этих блогеров. Тревел-блогеров. И очень часто так получается, что они раз и оказались в каком-то новом месте. Вопрос. Как вы туда добирались? Как вы покупали билеты? Сколько они вам стоили? То отель они какой-то заселились крутой. То машинку крутую взяли. Вообще непонятно, как вы это все взяли. Какие там документы для этого требовались? Какие карточки? И тому подобное. Вообще непонятным. Конечно, иногда они рассказывают. Но обычно все это умалчивается. И поэтому я как раз и хотел сделать упор на том, как это все делать. Как можно это все сделать. Достаточно недорого. Или, может быть, вы думаете, что это все дорого стоит. А это вовсе не так дорого. Ну, конечно же, сейчас ситуация поменялась. Сейчас все эти авиабилеты сильно подорожали. И все подорожало. Поэтому, ну, поэтому сейчас, наверное, еще более актуальный вопрос. Как это все можно подешевле сделать? Хочу еще раз выразить благодарность всем подписчикам, всем зрителям моего канала, которые ставили лайки, подписывались на канал, кому были полезны мои видео. Мы с вами остаемся ВКонтакте на Рутюбе и Дзене. Через некоторое время я переформатирую этот канал. Но вы можете продолжать оставаться на этом канале. Так как, я думаю, как только все уляшется, мы сюда вернемся с нашими привычными темами. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал внизу в описании и в комментариях. И всем пока, до встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok